В Западно-Казахстанской области увеличилось количество преступлений, раскрытых благодаря работе охранных организаций. Только за текущий период этого года охранные организации способствовали раскрытию 35 преступлений, тогда как в прошлом году этой цифры им удалось достичь лишь за 12 месяцев. По такому случаю начальник ДВД ЗКО поощрил представителей охраны грамотами. Но несмотря на прогрессивную работу в структуре этих организаций немало проблем. О них расскажут наши корреспонденты. Сегодня в Уральске работает 67 охранных структур, которые оберегают порядка 3000 объектов. Последние два года их работа заметно активизировалась. Если в прошлом году на охраняемых объектах было раскрыто 3 преступления, то в этом году только за 2 месяца уже 20. Хотел бы положительно отметить такие охранные фирмы, как Батысталкер и КМС, которые раскрыли по 13 преступлений. То есть речь идет не о подмене функции полиции. Раскрывать, расследовать преступления – это прямая обязанность полиции. Задача охранных структур – это пресечь, раскрыть преступления. Пресечь преступления на месте, а фартуальным оформлением в дальнейшем урасследования должна заниматься полиция. За успешную работу начальник ДВД Мохамбет Абисатов поощрил представителей охранных организаций грамотами МВД РК. Но на этом приятном моменте награждения встреча не закончилась. Участники мероприятия обсудили проблемы, которые существуют в сфере охраны. Сегодня под контролем и защитой находится лишь одна третья часть ломбардов и букмекерских контор, одна четвертая часть обменных пунктов. Из 300 кафе и ресторанов охраняются лишь порядка 90 объектов. У нас основная проблема заключается в том, что у нас торговый дом, где в общественных местах происходит кража. Еще одна проблема, на которую обратил внимание начальник ДВД и сами представители охраны – нехватка профессиональных секьюрити. Сторожи и так далее, я вам ставил задачу, до конца здесь разберитесь. По функциональным обязанностям, кем он числится и что он делает. Если он стоит и осуществляет интерфейс, досмотр, доступ и так далее, это уже не сторож. Это уже охранник, функции охраны. Они отличаются качественно, так или нет. А по штатному расписанию числится сторожем. Приведите, уберите это все. Там должна быть лицензированная охрана. Вот и все. Тем более, есть постановление правительства о том, что аффилированные сами себя не могут охранять, должны охранять структуры извне. Также было отмечено, что при существующем выборе проводной и беспроводной техники, аудио, видеонаблюдения и сигнализации, не все предприниматели идут на траты для установки этих приборов защиты. При этом они забывают о том, что этот риск может повлечь за собой еще большие потери. Марина Горбук, Дуриан Досимбиев, Александр Грабарев, ТДК-42.